Добрый день, в эфире программа «Женское дело» у микрофона Ольга Болезина. Сегодня гостья нашей программы владелец студии «Сахар и воск» Мария Перевозчикова. Добрый день. Передо мной сегодня жизнерадостная, красивая девушка, успешная, которая, точно знаю, активная в соцсетях и успевает везде, кроме своего бизнеса, ну, появляться, по крайней мере. Узнаем, насколько это сложно. И хочу рассказать нашим услушателям, что и для этого интервью нам встретиться было не очень просто, Мария очень занята. И у вас было событие недавно, из-за которого мы все время пытались встретиться и никак не могли. Что это такое? Ну, во-первых, это событие, это год, наш день рождения. Нам исполнился ровно один год в студии «Сахар и воск». И второе событие, это второй проект наш, совместный с мужем и с нашими партнерами. Это магазин «Ателье мужских костюмов». Тоже по франшизе, как и «Сахар и воск». Да, вы знаете, как оказалось, бизнес по франшизе – это довольно-таки удобная штука. И за год работы с «Сахар и воском» мы настолько прониклись этой темой, что как-то само собой получилось. Мы узнали о возможности покупки франшизы мужских костюмов и очень быстро приняли решение о покупке. Кажется, что год существования бизнеса не такой уж и большой срок, но получается, что вы за это время поняли, что вам по силам начать еще что-то. Да, совершенно верно. Это срок очень маленький для бизнеса. Это прям ребеночек еще. Вот действительно, я сравниваю с ребенком, наверное, вот наше дело. И в год ребенок, как правило, встает на ножки, начинает ходить. И свой бизнес я тоже ассоциирую именно с этим. То есть мы его немножко порастили, и вот он сейчас именно встает на ноги. То есть спустя год я вижу, чего мы достигли, какую клиентскую базу мы наработали. И я вижу тех клиентов постоянных, которые уже за год работы, они действительно стали постоянными. Это очень приятно, когда ты видишь из месяца в месяц, да, может быть и чаще иногда, одни и те же лица, новые лица добавляются. Очень приятно слышать отзывы от клиентов о том, что уже целый год они с нами. Это прям действительно очень приятно. И вот на день рождения мы с вами получали очень много поздравлений от наших партнеров, клиентов. И сделали себе подарок в виде второго бизнеса. Да, наверное. Действительно, это был подарок. Мы в апреле планируем запустить его и открыть уже. Поэтому, да. А сахару и воску всего лишь год. Чем вы до этого занимались? Это ваш первый бизнес-опыт или что-то еще? Лично мой это первый бизнес-опыт. У мужа был опыт уже открытия своего бизнеса в 2008 году. Там, к сожалению, был кризис, как мы помним. Сложное время. Да, сложное достаточно время. Я была наемным работником. То есть я работала с 18 лет. Я не позволяла учеба. Я училась на заводчином отделении. Поэтому с 18 лет я наемный работник. Я успела поработать и на заводе, я успела поработать в продажах, в кадрах. То есть занималась персоналом, занималась закупками. То есть у меня довольно-таки широкий спектр моей деятельности. Поэтому я думаю, что мой опыт работы на самом деле, он очень помог в открытии своего бизнеса. Потому что, пусть ты не суперпрофессионал в каких-то областях, но ты в них уже работал, ты щупала это, ты знаешь, как это работает. Где-то я была организатором, у меня управленческий опыт достаточно большой. Это очень помогает своему бизнесу. Когда мне сейчас звонят будущие франшизе-партнеры и спрашивают, стоит ли покупать франшизу, я очень часто задаю вопросом, кем вы работаете. Есть ли у вас опыт, например, продвижения в маркетинге, управленческий какой-то опыт. И всегда говорю, что вот этот опыт, он очень помогает. Несмотря на то, что у нас, конечно же, есть управляющая компания, большая уже. То есть спустя год она выросла, где-то около 15 человек, наверное, сейчас в управляющей компании. Так или иначе, твой личный опыт здесь на месте, он это основополагающий, наверное, фактор успешности. То есть человеку, который вам ответит, что у него не было какого-то управленческого опыта, вы бы сказали... Нет, ни в коем случае. Я бы не сказала никогда, что не стоит этого делать, не покупайте ни в коем случае франшизу. Были разные, на самом деле, за этот год, скажем так, мысли по развитию, да, то есть что делать, куда двигаться, в какое направление. Но я вижу, знаете, как развивается сеть сама. И вот у нас за этот год, несмотря на то, что мы первые франшизи-партнеры вообще, которые купили франшизу Сахар и Лоска, вот за этот год у нас прошло уже два слета франшизи-партнеров. На слете, который был в феврале, у нас сейчас более 70 партнеров уже, представляете, прошел год всего лишь. То есть более 70 городов в России и СНГ уже работают. Ну, кто-то находится в стадии ремонта, открытия, но это реальные люди, это реальные проекты. И самое интересное у нас с вами называется тема «Женское дело», да, на слете партнеров примерно половина партнеров были мужчин. То есть, представляете, насколько тема интересна на самом деле людям. Возможно, даже не сколько бьюти-сферы, да, а тема развития своего бизнеса, то есть своего бизнес-проекта и бизнеса по франшизе. А ваше решение открывать бизнес по франшизе как принималось? На самом деле это было... Я сейчас с улыбкой об этом вспоминаю, потому что, знаете, в мультиках показывают, когда какая-то приходит идея, лампочка над головой забирается. Мне кажется, у меня примерно то же самое было, когда пришла эта идея. Я была клиентом сахара и воска в городе Уфа, когда я там жила. И, ну, и вообще непосредственно там, на самой процедуре, мне пришла мысль этого в голову, почему бы не открыть сахар и воска в Кирове. Потому что у нас этого просто нет такого формата. Ну, то есть вам в первую очередь понравилась именно сама идея бизнеса и, ну, скажем так, услуги, да? Да, совершенно верно. Мне понравилась идея моноуслуги скорее. Вообще, вот прошел уже практически два года, как я переехала, была в Уфе, да, там эта тема очень быстро развивается на самом деле, тема моноуслуг именно. То есть на тот момент там уже были студии удаления нежелательных волос, да, подобные наши. То есть там несколько сетей даже работало по такому направлению. Например, маникюрные студии, где делают только маникюр. Я смотрю, сейчас они стали появляться в Кирове. Ну, это вот конец, наверное, 18-го года, 19-й год. Там студия за студией открываются, и именно не студии на дому, скажем так, да, не съемные кабинеты, а полноценные студии, подобно нашей, куда ты заходишь и понимаешь, что ты здесь получишь ту услугу, за которую ты пришел. Бизнес по франшизе. Можно ли назвать его неким безопасным, что ли, вариантом бизнеса, особенно вот когда ты только-только начинаешь? Или там существуют все-таки какие-то риски и непонятно, как возможно взглянуть в будущее? Да, 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 я поняла ваш вопрос. Риски есть всегда. В чем плюсы бизнеса по франшизе? Прежде всего в команде, которая уже есть у тебя за спиной. Люди, которые тебя поддерживают. Есть понимание, ну, то есть некий вектор, да, ты понимаешь, куда двигаться дальше, что делать. Тебе, ну, по сути, как бы подсказывают, что мы движемся вот в этом направлении. У нас такая франшиза, сахар-воск я имею в виду сейчас, она дает достаточно много послаблений в плане развития, то есть как ты именно здесь на месте развиваешь этот бизнес. Это твое. Да, ты под брендом сахар и воск, но ответственность за развитие бизнеса лежит только на тебе исключительно. И это у нас фраза прозвучала и на слете, и сейчас я ее ношу с собой всегда в голове, и когда мне задают вопрос как раз по франшизе, работает ли франшиза, я всегда говорю, что франшиза работает, если работать. То есть франшиза – это не волшебная таблетка, которую вы покупаете, и раз – и все заработало. Нужно работать, нужно работать со своими сотрудниками, нужно работать с клиентами, нужно работать с партнерами. От этого, то есть никто за тебя это не сделает, неважно какой город. У каждого есть свои особенности. У нас, например, есть салоны в Казахстане, в Украине, скоро откроются в Эстонии. Представляете, насколько разные аудитории везде, даже целевая аудитория, несмотря на то, что она примерно вроде как мы понимаем, кто к нам ходит, что это за девушки, что это за мужчины к нам ходят. Но даже регион от региона очень сильно отличается. Например, Уфа и Киров – это, вы знаете, абсолютно разные, вообще разные просто регионы, очень сильно разные. Потому что, например, в Уфе, то, что работает, вероятно, в Уфе, оно может не работать в Кирове. В Уфе, например, 5 салонов уже. Там сахар и воску 3 года, то есть уже существует они 3 года. Но, тем не менее, там, возможно, даже культура, например, удаление нежелательных волос, она намного ранее зародилась, что ли, да? То есть у нас, мы сейчас к этому идем, и больше появляется, скажем так, открытых таких вот мастеров, которые открыто о себе заявляют. Студий, которые открыто заявляют, что они это делают. А то, что, чтобы работало, надо работать, это плюс или минус, на Ваш взгляд? Конечно, это плюс. Это очень интересно. Ну, вот с моей точки зрения, это очень интересно. И, знаете, конечно, есть вещи, которые, например, иногда не хочется делать, считать цифры. То есть я не очень этим люблю заниматься, да, но я понимаю, что это нужно делать. Мне больше, например, по душе коммуницировать с клиентами, с партнерами, заниматься продвижением. Я кайфую просто от этого, мне это очень нравится. И, ну, всегда же говорят даже владельцам бизнеса, даже малого бизнеса, когда ты вроде бы и бухгалтер, и грузчик, и водитель, и тут ты, может быть, администратор. И делайте то, что вам приносит удовольствие. Тогда вы будете получать удовольствие от этого бизнеса. Можно переложить какие-то вещи, какие-то обязанности на людей, которые специально этому обучены, да. То есть, там, считать цифры, можно же нанять бухгалтера. И сейчас, в принципе, это можно сделать совсем за небольшие деньги. Вот. И эта головная боль, она отступит, она уйдет. Поэтому, когда все в твоих руках, ты можешь этим управлять. Это, конечно, это, несомненно, плюс. Видя перед собой довольную своим делом девушку, и зная, что вы решились на второй, не знаю, это уже не эксперимент, это на второй проект, кажется, что все было благополучно. Вновь хочется спросить, были ли какие-то подводные камни, оправдались ли все ожидания, или столкнулись ли вы, может быть, с чем-то, о чем не подозревали, чего не ожидали, что успешно преодолели? Ну, знаете, то, чего не ожидали, наверное, нет. Такого, наверное, не было. Ну, есть, существует у нас мнение, со многими предпринимателями общаюсь в нашей сфере, вот в сфере бьюти, да, что есть, кстати, и не только. Я сейчас подумала, что еще в других сферах тоже есть такая проблема с персоналом. Мы столкнулись с этим тоже. Даже, скорее, это не проблема, наверное, а, знаете, особенности людей, которые работают. Что это в этой бьюти-сфере. Очень важно подобрать именно своих людей. Вот прошел сейчас уже год, у меня сменились, сменились и мастера, сменялись администраторы. Мне за этим очень, знаете, интересно даже наблюдать. То есть, казалось бы, о боже, уходит мастер. Возможно, за ним уйдут клиенты, да, то есть какие-то опасения вот такие могут быть. Но когда ты начинаешь, включаешь голову, когда убираешь эмоции, ты понимаешь, что каждое это изменение, оно ведет к росту. Любой уход любого человека, то есть неважно в цепочке, там, мастер, администратор, это твоя точка роста. Если, например, уходит, ну, предположим, администратор, конечно, да, нужно заниматься поиском сейчас нового, снова его обучать. На это требуется много времени, действительно, да, то есть чтобы человек действительно отражал твое настроение, твою атмосферу, которую ты предполагал здесь организовать. Но при этом ты понимаешь, что ты можешь ему транслировать что-то новое. Не то, что было год назад, когда ты принимал первого человека. За этот год ты уже очень сильно поменялся сам. И у тебя есть новые идеи, у тебя есть уже какое-то новое видение. И именно это ты транслируешь новому человеку. И он начинает работать вот с той энергетикой, которая сейчас у тебя есть. Я вот сейчас вам говорю, у меня мурашки прям по спине бегают. То есть это, ну, действительно, это рост. И когда ты к этой проблеме, ну, казалось бы, проблеме подходишь именно с этой точки зрения, это вообще не проблема. То есть я вижу, что, например, те же мастера, они после, когда работают сахарь и воски, они начинают, видимо, чувствовать в себе силы. Они понимают, что они чего-то стоят, к ним приходят клиенты. Они, возможно, смотрят на твою бизнес-модель и, наверное, хотят так же. Ну, где-то в глубине души. Поэтому ты понимаешь, что ты движешься в правильном направлении, даже если они уходят. Это их путь, это их тема. Пусть уходят. Мы развиваемся дальше, мы не стоим на месте, мы обучаем вновь. И к нам приходят. А если вернуться к тому, когда к вам еще никто не пришел, вы только-только решились заняться, решили заняться бизнесом, тяжело ли было сделать этот шаг, несмотря на весь ваш опыт очень разнообразный? Все-таки столько лет в качестве наемного работника это тоже как-то накладывает отпечаток. И тут нужно сделать шаг, можно сказать, не в пустоту, но вот в неизвестность какую-то. Как вы принимали это решение? Решение, оно само собой пришло. Очень хорошо, что я благодарна мужу, что он меня поддержал в этом. То есть от него был запрос, нам нужно возвращаться в Киров, что мы будем там делать. У меня уже был ответ. То есть я говорю, давай попробуем сделать сахар-возг. Он говорит, да, мне нравится эта идея, давай что-то делать. Вы вообще знаете, в бизнесе, наверное, как и в жизни, очень важно, на мой взгляд, принимать быстрые решения. Подумай, сделай. И мне кажется, что в большинстве случаев это основа успеха. Даже если это был не совсем правильный шаг, какое-то твое решение и поступок, это твой опыт, ты прожил этот опыт и двигаешься дальше. Точно так же вот и с сахаром-возгом пришла идея, пришла эта мысль. Подумал и сделай. То есть у нас в нашем случае это так и произошло. Когда мы открылись 12 марта в прошлом году, то есть открыли двери для первых клиентов, у меня, знаете, был вакуум. То есть вот оно состоялось, что же дальше? То есть сам процесс подготовки к открытию, ремонт, поиск помещения, ремонт, это было не так на самом деле сложно. Это было увлекательно, интересно. Принять персонал, посмотреть, кто с тобой будет работать. Сделать такое помещение, в котором тебе комфортно, в котором ты будешь создавать атмосферу какую-то уже. Это было здорово. И дальше скорость принятия решений, пожалуй, это такая классная вещь. Я рекомендую многим обратить на это внимание. Не надо раздумывать, делать или нет. Сделать мне свой бизнес или не сделать. Уволиться мне с нелюбимой работой или не уволиться. Если есть такая мысль, возьмите и сделайте. Хотите новое платье, сходите и купите его в конце концов. И не думайте уже об этом. Двигайтесь дальше. Ваш ответ на все вопросы, видимо, да, чаще всего. Да. Наше время подходит к концу. Хотела бы Блиц маленький вам устроить. Мои длинные вопросы, ваши короткие ответы. Встречаются ли вам те, кто говорит, что бизнес не женское дело? Нет. Что бы вы им ответили, если бы они пришли? Если бы встретились. Ну, я бы пригласила попить их кофе и переубедила бы, наверное. Вы чувствуете кризис? Нет. Если бы вы его чувствовали, это было бы для вас вызов или оправдание? Ой, очень хочется, чтобы это было оправдание. Очень иногда себя жалеешь. Но любой кризис – это точка роста. Вы можете сказать, что достигли успеха? И я думаю, да. А куда дальше? Дальше вперед в космос к звездам. Спасибо. У нас в гостях была прекрасная Мария Перевозчикова, владелец студии «Сахар и воск». С годом вас и с рождением нового проекта. Благодарю. Спасибо вам за внимание. Спасибо.